За 11 месяцев текущего года достигнуты положительные результаты во всех отраслях экономики Жамбулской области. Об этом глава региона сказал на встрече с руководством Жамбулского филиала акционерного общества по застанте Мержола. На заседании был озвучен основной вопрос повестки дня – итоги социально-экономического развития региона. За 11 месяцев текущего года во всех отраслях экономики региона сохраняются положительные показатели. В частности, наблюдается динамика в секторах промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства. Рост экономики составил 102,1%. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 7,8%. По сравнению с другими регионами, рост ощутим, отметил глава региона. В целом, по сравнению с прошлогодними показателями, в этом году они выше. В том числе выше и республиканских показателей. В этом есть и ваш труд. На встрече с главами крупных промышленных предприятий мы об этом говорили. Развитие экономики во многом зависит от промышленности и сельского хозяйства. Это они будут показывать рост, тогда и в целом будет расти экономика. Говорили на встрече подробно и о развитии железной дороги области. Протяженность железнодорожных путей по региону составляет 2162 километра. Из них транспортировочная система составляет 93%. Всего на ЖД работают 9372 человека. По итогам 11 месяцев грузооборот выполнен на 106,2%. Заработная плата выросла на 5%. Однако в связи с эпидемией пассажиропоток значительно сократился. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост. Тем не менее, как вы сами заметили, из-за пандемии некоторые показатели снизились. План по пассажирским перевозкам выполнен лишь на 66,6%. По итогам 11 месяцев нашим отделением было перевезено более 527 тысяч пассажиров. В прошлом году эта цифра превысила 804 тысяч человек. Разговор шел и о проблемах в трудовых отношениях. С начала года поступило 730 обращений. Проведено 87 внеплановых проверок. Выявлено 109 нарушений. Защищены права свыше 4 тысяч человек. С 47 руководителями организации был проведен инструктаж. По 35 административным нарушениям были внесены постановления. Наложен штраф на сумму 5 миллионов 700 тысяч тенге. Сумма взыскана в полном объеме. В завершении встречи глава региона отметил, что до конца года благодаря поддержке государства намеченные цели будут достигнуты. Необходимо приложить все усилия для дальнейшего улучшения условий жизни населения и повышения в целом экономической мощи региона. Кулеш Умурзакова, Солбей, Желшебек, Азат Байтимир, 77 Ньюс.